и ты с кем-то едешь с подушками с подушками поеду если я пойду с ним для каждой по месту ну ладно да итак первый вопрос друзья мои сатурн время от времени теряет кольца время пошло давайте начнем сколько у сатурна колец там много колец поэтому колец много я считаю давай да и от времени он может их терять и теряет и приобретает я думаю да он знаете он как такой мужик который постоянно разводится и постоянно снова находят женщину это типа сатурна это типа сатурна и так окончательный ответ правда конечно я один я соглашусь что это правда но не по теории конечно алексей это ложь это ложь да они они стабильно ok кольца остаются на месте но их вид земли зависит от положения сатурна относительно солнца мы не видим колец когда на сатурне наступает равнодействие и они оказываются ребром к земле но видим их очень хорошо в солнцестоянии год на сотрудник длится чуть меньше 30 земных лет поэтому каждые 14-15 лет кольца становится незаметно какой-то скучный сатурн если честно я думал он мужик а он нет окей поэтому есть второй вопрос с более веселой планеты меркурий самая горячая планета солнечной системы она не самая горячая самая горячая венера просто меркурий ближе всего к солнцу но сама горячая венера ложь дмитрий ложь да это правда но это ложь правда что это ложь согласен дальше и верит так я буду записывать что у вас пока что потом общий результат а что у тебя там за грязное пятно где а это не пятно это грязная бумажка тряпочка которую вытирают небольшая тряпочка нужна к моим тридцать четырем годам уже поэтому она уменьшалась каждым годом и теперь достаточно такой маленькой салфеточки дим ты как будто накрасился а потом плакал и стирал сметал с глаз его тряпочка откуда-то узнала что это как было откуда-то узнал что на экране записывает но я буду запят ну ладно конечно усложняете себе жизнь даже все нормально 11 эверест самая высокая гора во всей солнечной системе осмотрите когда вопрос про солнечную систему что у нас по горам на других планетах я если честно с горами на других планетах не очень-то и знаком но по-моему если я не ошибаюсь таких высоких гор на других планетах нет там вроде везде все такое знаете какое-то сопки сопки на других планах операторы да наверное скорее нет сопочки тоже есть и так я бы кстати не была так уверена но все равно это и очки алексея да сейчас я бы ответила нет но этой твои очки ты не родился еще раз эверест самая высокая гора во всей солнечной системе я бы предположила что найдется там что-то чисто на рано на рандом че да ну точно информацию меня динаме алексей на нем но если найдется в новой планете где на марсе солнечная система она марс вообще есть я явно не на газовых планетах найдется но если вы смотрели фильм марсианин с адамом сэндлером и с этим с этим с как его зовут этом дэймоном да в этом дэймоном цифра слетела сейчас поправлю там есть горы но такие ли они высокие как эверест но я не знаю я не знаю правда по по растительности гор на других планетах но возможно я не знаю пусть будет да правда сама не не самая высокая есть еще то есть ложь едино тоже ложь а может нам как-то одновременно показывать результат например ну я одновременно одновременно как показывать может вопрос второму давайте так давайте так давайте так но тогда отвечу это ложь вы оба сказали ложь высота эвереста около девяти километров однако на марсе алексей вы были очень близки есть вершина которая почти в три раза выше вереста это гора олимп совсем как древней греции только ним на марсе это не место обитания богов а потухший вулкан с высотой от основания 26 километров вулкан больше планеты а почему его не видно в микроскоп это то в телескоп представляете что значит выражение взойти на олимп то мало того что подняться на земле это надо еще взлететь на марс и там зайти на ли ух его мою а уж это красиво так все теперь да не понравилось теперь я буду теперь я буду задавать вопросы по отдельности согласен общий формат нужен для общего формата нужно тогда команда два на два делать а у нас сейчас один на один и так тогда вопрос ну что давайте вопрос дине планета юпитер поглощает космический мусор а секунду дина знаете пода кто выиграет 10 собак подарочных но так как у алексея нету подарочных собак то только ты можешь вы на самом деле тогда просто но какой-то будет в любом случае подарок равнозначный анти а почему нет подарочных собак я уже забрал твит партнерскую программу потому что я начну компаньонов разве нет подарочки компаньонку забрали все забрали если компаньонку забрали что ну ладно не буду в эфире спрашивать итак юпитер поглощает космический мусор до не обладая информации на этот счет поглощает космический мусор если все знания со школы так сказать все знания с энциклопедии которые ты в любом случае читала ты считаешь что у меня дальше школы знания не поглощались но обычно планетах мы в школе изучаем и там студенческие годы потом становится не очень интересно я про планеты изучала на досуге скорее пам-пам-пам-пам нет не вспоминается ничего такого про поглощение космического мусора юпитер площадка космический мусор поглощает имеется ввиду вокруг него как-то могу грузиться картинку выглядит она примерно вот так вот планета юпитер и в нее вылетает мусор похож на футбольного судью вообще вопрос конечно звучит заманчиво хочет ответить да и посмотреть что будет например он берет в рот взяли именно юпитер давай попробуем давай ответим да посмотрим что будет и это правильный ответ юпитер это самая крупная планета он в 317 раз больше теже точнее тяжелее земли за такой большой массы юпитер обладает огромной гравитационной силой силой тяготения которая притягивает космический мусор не давая ему приблизиться к земле так дина вырывается вперед но это был первый вопрос юпитер грязный вопрос грязный точное число звезд алексей сосчитать нельзя это правда или ложь правда конечно потому что вселенная бесконечна это действительно правда в древности о том что нельзя сочетать говорили как звезд на небе и все же астрономы всегда считали звезды например во втором веке думали что их больше 1000 а современные исследователи обнаружили видимой части вселенной 30 миллиардов триллионов звезд но огромная часть вселенной остается неизведанной и точное число звезд неизвестно бесконечность не предел согласен и так счет становится 33 помните там в маленьком принцип был звездочет как раз считал сбирался что-то день иди не везет на вопросы про юпитер но и питере больше 300 лет бушует ураган так где у нас ураганы на юпитере и ли на юпитере на песнику это похоже да бушует ураган а когда на море качка и выше и на юпитере бушует ураган подставляем слова получается ураган точно бушует где-то по моему как раз дело происходит на юпитере давай я отвечу да это правда и это правда этот ураган даже имеет собственное имя большое красное пятно так он выглядит при наблюдении в телескоп впервые его заметил джованни кассини в 665 1665 году область занятой ураганом огромна она могла бы вместить несколько таких планет как земля скорость ветра на юпитере может достигать тысячи километров в час ух с ветер помните тысячи километров в час это охренеть я смотрел фильм смерч свое время помните такой был 90 какого-то 98 года где они пытались смерч запустить шарики такие чтобы понять как он устроен это офигительный фильм был на тот момент не знаю не очень нравился я фанат вообще торнадо и так далее крик она торнадо торнадо что что крик антик зарейдилась ой крик антик спасибо спасибо большое мы его бухантиком называли но это уже было два дня назад у хантик если хочешь марк залетив ds так чисто компанию составишь спасибо большое quick спасибо большое так алексей кстати вопросы достаются почему-то сложнее наша вселенная краснеет к картинка наша вселенная краснеет да я думаю да потому что ведь каждая вселенная это как звезда звезда со временем должна по идее как взрываться и перед тем как она взрывается она должна покраснеть поэтому я считаю что да это абсолютно правильный ответ это невозможно увидеть с помощью зрения телескопов но вселенная за последние 6 миллиардов лет и вправду стала краснее самые большие яркие звезды синие но они сгорают быстрее а звезды меньшего размера красный и они светят намного дольше поэтому вселенная становится краснее потому что не сгорают а еще остаются на вы прям идете а что если все синие сгорят а останутся одни красные как-то это скажется интересно на нас интересно кажется будет будет плохо дмитрий дим ты это в любом случае к сожалению на своем веку не заста вот это интересный вопрос день и на рассуждения планеты солнечной системы видны земли только в телескоп нет абсолютно точно нет так сейчас я вспомню какие-то прецеденты я помню были какие-то случаи когда я в ясные погоды в ясную погоду можно было увидеть какую-то увидеть земли то ли венеру что ли на самом деле да я зачитаю этот ответ потому что логика правильная парад планет можно было наблюдать без телескопа помню вот это не знаю но я знаю что можно было по моему увидеть меркурий если я ошибаюсь и я его видел и смотрел на него на датчик прошла дачи чистое небо не было загазованности от машины ты когда видишь там ночь была там прям красный шар такой вдалеке это был по моему по моему это был меркурия с не ошибаюсь или венера нет по меркурий меркурий или огни соседей мнение так окей дина правильный ответ счет становится 5 4 но ход переходит к алексея дарас дима у тебя на стриме играет космическая музыка уксу спейс у меня у меня пока музыки есть плейлист называется космос там несколько композиции которые считаю как раз косметия знаешь я в этом в эпидемик сауди нашел а вас отвернул стараемся группу ленинград ты просто космос ты просто пошла солнце вращается вокруг земли поэтому мы видим его восход и закат нет земля возвращается это ложь то есть да это точно это ложь и из вопрос ну тут разные есть вопросы думаю что есть простые но один у тебя тоже был простой вопрос по поводу планет можно пожалуйста вопрос земля плоская окей дина тогда такой вопрос ты хотела посложнее обычная шариковая ручка в космосе не пишет да поэтому там карандашами пользуются а от когда этот вопрос был довольно легкий для тебя ты его слишком бы просто известный факт ладно сейчас тогда алексея посложнее найдем не вышло окей а алексей в космосе бывают звездотрясения звездотрясения да возможно возможно если мы с вами если мы с вами вернемся к моему вопросу про покраснение планеты то перед тем как звезда взрывается она начинает трястись и ну грубо говоря создает какую-то тряску и это могут называть звездотрясением поэтому я считаю что да это правильный ответ это редкое космическое явление схожие землетрясение происходит на нейтронных звездах которые обладают самим самым сильным магнитным полем во вселенной во время звездотрясения нейтронная звезда выбрасывает огромный поток энергии которые фиксируют искусственные спутники земли easy для алексея спасибо сегодня у нас нас такая классная тема согласен так хочется сразу сесть в свой spacex и полететь или в тесла да у меня такой космический просто с плейлист играет вообще такая музыка была я себе тоже включила все нечто же погромче сделала вот вообще космос не знаешь что у тебя играет у меня по диаз должна быть тишина из были в космосе посмотришь а по счетам джебель колонку если взять с собой не будет работать там же били пульс 4 такую просто поставил там на айфончике в открытом космосе открытом я не уверен что было первое что значит хотелось бы сделать как колонку джебель подключить лети родная музыку на полную въебал извините так планеты с 1 тебе вопрос планеты солнечной системы кроме земли носят имена богов так смотрим меркурий до венера до марс до юпитер до сатурн да по-моему уран нептун до правда я не вспомню сатурн бог чего да ответ да и это правда первое название планетам которые люди наблюдали на звездном небе дали еще древние римляне та самая давали точнее та самая яркая планета стала так самая яркая планета стала блистательной богиней красоты венеры самая быстрая планета получила имя богом меркурия который летал в крыльях скандалиях а вот планета земля на большинстве языков мира называется так же как и почва под ногами и кстати я когда изучал происхождение своего имени она оказывается произошло от имени что то и с диметрией как-то было связано а диметром богиня плодородия если не ошибаюсь это главное я гугла но сатурн бог чего сатурн земли и посевов если что понятно так сейчас дина до отвечала на вопрос так одинокий алексей космическая еда не портится несколько лет ну скорее всего да потому что им если и доставляют еду то они делают это не так часто когда запускают они снова там какие-нибудь шаттлы снова там какие-нибудь космические операции и они ждут вот этого нового новой доставки так скажем delivery club и пока они долетят мне кажется немножко это занимает времени поэтому нужно обеспечить чтобы еда не портилась как можно больше да это правда еда в космосе не похоже на обычный обед ведь она тоже совершает полет чтобы продуктов не появились бактерии из них удаляют влагу высушивают и помещают в вакуумную упаковку без доступа кислорода они могут храниться очень долго космический творог в отличие от моего творога холодильнике не портится около пяти лет достаточно скрыть пакет добавить воду специального крана и обед готов дмитрий вы немножечко приврали у вас нет творога в холодильнике ну его нет потому что он там портится и родные пакеты морозилки для пакеты на какой знать особенный день дмитрий а если у вас был творог вы его ели по утрам я пытался начать но сам творог по себе он мне не интересен вот то есть я пробовал с вареньем со сгущенкой с сахаром чего только не пробовал но вот просто творогу но не заходит он меня не знаю вот есть любители творога есть вот люди которые творог не знаю просто это был любителей творога достаточно мало нет творожная масса это не мое вот есть сырки сырки другая тема но сырки это не творог баю александров что-что боё leksandров и название раке а я не знаю я не знаю название но были на не очень жирные вы не любите жирная дмитрий нет я слежу за питанием как вы понимаете дмитрий в космосе и жир жир в космосе а если отвечу правильно комочка засчитается тебе в космосе жир но если жирный космонавт туда нет и зато полетит твоя бывшая ладно шутка все было разбавить эту атмосферу какой-нибудь кринжатиной я попытался у вас получилось так я знаю вопрос с динем дина в космосе есть большие водяные облака водяные до облака водяные облака та 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 но газообразные газообразные скопления там точно есть а если не водяные я отвечу нет и это неправильный ответ они есть облака из водяного пара бывают не только в земной атмосфере но и в далеких космических глубинах не так давно во вселенной было обнаружено гигантское водяное облако отделен отдаленное от земли расстоянием в 12 миллиардов световых лет запасы воды в нем на 140 30 140 30 триллионов раз превышают объем воды на планете земля я хуй знает как его обнаружили конечно просто интересно такие обнаружения но тем не менее ответ есть не зря же люди изучают космос да и алексей и алексей появился шанс вырваться вперед о планеты солнечной системы вращаются в одну сторону это правда или ложь я думаю что это ложь потому что они вращаются в разные стороны именно из этого мы потом наблюдаем парад планет когда они все входят в одной точке либо они просто вращаются с разной скоростью и сходятся в одной точке ну либо так и так финальный ответ не в одну сторону в разные да действительно так ну то есть ложь планеты солнечной системы совершают обороты вокруг солнца и вокруг своей оси почти у всех планет вращение вокруг своей оси происходит в одном направлении запада на восток венера же вращается с востока на запад а уран лежа на боку и почему до сих пор точно не известно уран прилег такой после обеда да и так покушать бы давай дима возвращай мое очко кстати я еще вообще не у меня маковые росинки во рту не было звучало странно очень так ракете трудно взлететь если космодром близко к экватору вот если вы хотите увидеть картинку то вот она ракете трудно если космодром так если у нас космодром рядом с экватором в америке весь космодром да мыска мыска канаврал или к на карнавал как-то называется мыска неврал по моему у нас байконур но я не знаю насчет где он находится точно там это мысла флориде да она на конаверал до конаверал взлететь сила протяжения меняется что ли сложно кстати сложно взлететь вопрос меняется меняется что-то или нет сложно взлететь и невозможно забыть да это же об этом подумала да 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 у сумасшедших мыслей ответить да это правда это лошадина и мать все наоборот чем ближе космодром к экватору тем лучше потому что энергия вращения земли вокруг своей оси помогает ракете взлететь за счет этого ракета экономит топлива и может поднять большой груз на широте экватора где вода занимает большую площадь чем суша для запуска космических кораблей используют даже плавучие морские платформы не да это уже такое прям но у научно интересно так алексей на луне можно увидеть лунную радугу на луне можно увидеть лунную радугу я думаю что да но типа а это наверное как мне кажется происходит по определенной причине созвездий каких-либо и поэтому это назвали лунная радуга хотя мне кажется это не похоже на нашего она как-то по-другому как знаете мне кажется это как а северное сияние мне кажется да это ложь это за что лунную радугу можно увидеть только на земле это явление чаще наблюдается там где идет дождь или или есть сильные водопады луна должна быть полная ночное небо безоблачным сожалению человеческий глаз не может уловить весь спектр цветов мы видим на радугу белый а вот на фотографии она будет цветной она лунная радуга в принципе есть да ну да она есть сразу с луны и и невозможно увидеть захотелось посмотреть на лунную радугу и так дина в космосе можно встретить алмазы космосе где где где-то вообще где угодно так алмазы алмазы космосе имеется ввиду где угодно в космосе или на каких-то конкретных планетах или или просто они летают где-то по крайней мере один алмаз я вижу дискорде да это алексей а может быть они в каких-нибудь там стероидах я не знаю космосе можно встретить алмазы блин с другой стороны если бы они были как-то доступны и бы там уже добывали как думаете на не факт мне кажется это не так просто полететь в космос и да например если мы представим космическую пыль или космический мусор в котором есть теории эти алмазы то не так то уж легко через эту космическую пыль и вот это вот все дерьмо из-за неизвержения пробираться чтобы добывать поэтому ну дешевле конечно да разработка на нашей планете можно встретить что не на планетах а именно в космосе то есть просто это будет отличаться интересно давай отвечу да где-нибудь наверное во вселенной раз уж у нас там водяные облака есть это окончательный ответ да это правда действительно где они там все известные нам элементы возникли во вселенной в результате жизни звезд минерал который мы называем алмазом это кристаллизированный углерод он встречается в космосе виде ядер угасших звезд дождя и пыли и может даже покрывать поверхность планеты такая планета обнаружена в созвездии рака на расстоянии 40 световых лет от земли опять вопрос как как они это все обнаруживают я не понимаю но не зря же они там учатся сидят жизнь свою тратит на все это как это можно увидеть я не знаю туда заслать что-то надо казачка какого-то ну как это я просто не понимаю но вот казачков и засылают представляете врываешься в комнату кричишь о новом открытии такое ощущение должно быть незабываемое или просто сидишь и орешь мне кажется не даже никуда не врываются они с работами уходит и так алексей да пожалуйста марс красного цвета потому что там жарко правда или ложь потому что там жарко да это ложь да действительно это ложь марс достаточно холодная планета со средней температурой около минус 40 градусов на марс вы вылетела оперативно красной планеты его называют потому что его поверхность покрыта красно-коричневыми песками и камнями а марсианская пыль красная потому же почему у нас красная кровь все дело в наличии железо которое окисляется и краснеет решила вернуть на марс решила слетать по-бырому и так счет 98 дина черная дыра это участок неба где нет звезд нет нет это это не так это не участок неба где нет звезд я не скажу тебе определение но это абсолютно точно не это это правильный ответ ложь действительности черные дыры от огромные погаши звезды от которых остались невидимые глаза области где время и пространство сжались до предела поэтому черные дыры обладают очень мощным гравитационным полем из которого не может вырваться ни один небесный объект и даже свет в черной дыре становится невидимым я бы хотел побывать в черной дыре просто для эксперимента просто было бы интересно самом деле но я не знаю когда это получится дим не советую почему не но если будут технологии возможности я чтобы слетать туда я с удовольствием вообще это если то это возможно получится вот вернуться вернуться до оказавшись в черной но прикинь ты увидишь такое что с чем в принципе можно спокойно там сказать блин я увидел все там не может быть скучно мне кажется там будет весело главное ни одному лететь и так вот в космосе рост человека увеличивается в космосе рост человека увеличивается да интересно так сайт пойдем со стороны скафандров если им шьют скафандры ну или делают они производят есть два варианта либо их шьют по размеру либо их шьют с запасом но по размеру и шить не могут почему правильно потому что должен тело должно там ну как-то находиться в какой-то вот это вот хреновине не не загадут маски ну как это сказать в общем внутри вот этого вот этого скафандра если они делают этот скафандр вот этот скафандр если они делают и берут то самое тот самый участок который еще чтобы человек например ну как-то вытянулся я не знаю возможно это или нет то я считаю что да это правда в условиях невесомости позвоночник космонавтов не испытывает нагрузки распрямляется поэтому длительном полете можно подрасти на 35 сантиметров чтобы рост не увеличился слишком сильно у космонавтов есть специальные костюмы создающие нагрузку на позвоночник после возвращения и возвращения на землю рост становится прежним интересно сюда да какие но это логично мне кажется просто надо представить этот костюм не можно не могут же его шить вот по размеру представляете как некомфортно будет вам лететь надо у вас там все меняется вам просто плющит колбасит атмосфера вот эти все дина космический корабль никогда не приземлиться на юпитер до пищи там некуда приземляться за газовый гигант это окончательный ответ да 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 это правда что приземлиться нужна земля твердая поверхность планеты на солнечной системы и и имеет только меркурий венера земля и марс а юпитер сатурн урана нептун состоит из газов водорода гелия метана и других так что если к юпитеру в будущем приблизиться космический корабль приземлиться он не сможет но так припарковаться только но так рядышком полетать на мусор встать кальянчик чисто там кстати что кальянчиком запрещают сейчас смысле залия на это да но уходит гречка могут запретить сейчас да но вы скачь а по причине что все трубку эту сосуд из-за этого типа не дает вреду сосуд потому что табачное изделие потому что табачное изделие никотин вот это вот мне кажется просто хотят про бустить эти всякие как вот эти а и кто же и вы тоже но тогда но тогда но тогда согласен не вы но обучим те что с табаком алексей до солнце находится в центре нашей галактики правда или ложь солнце находится в центре нашей галактики да на такой музон стал играть прям четко вообще а солнце находится в центре нашей галактики а где центр разве мы исследовали же вы сразу мы знаем где центр галактики что-то мне кажется мы не знаем если вселенная бесконечна мы не можем обладать этими данными потому что поэтому это ложь это верный ответ это ложь так еще в начале прошлого века думали даже астрономы но позже им удалось выяснить что наша солнечная система находится на окраине галактики млечный путь скопление межзвездного газа и пыли не позволяет нам увидеть ярко свечай светящийся центр млечного пути в котором есть бесчисленное множество звезд в том числе крупнее крупнее ярче нашего солнца то есть мы фактически в гетто до млечного пути живем да мы на окраине на окраине может быть когда-то удастся переехать центр но мне кажется что не в этой жизни человек может дышать на других планетах солнечной системы дина на карточку не показываешь дышать без скафандра имеется видом да но он снял эту штуку сверху нет не может я повторю вопрос человек может дышать на других планетах солнечной системы это окончательный ответ пока что это его повторяешь какой-то подвох дмитрий мне кажется он подслуживает нет и подожди подожди без скафандра он не сможет или там может быть ответ типа он вдохнет и умрет через мину или там он нет нет но это адекватный вопрос подождите а я не подумала кстати возможно есть планета куда не ступала нога человека но оказавшись там он смог бы дышать потому что атмосфера с атмосфера там насыщенный кислородом еще чем-то такое но насколько я помню насколько я помню просто оказавшись на венере и меркурии он вообще ничего не смог сделать он умер сразу из-за температур но это правильно да так что я отвечу нет нет не может да это правда это ложь действительно такого нет атмосфера земля сбить пытаешься да нет я просто поддал жару атмосферы земли единственное обнаружены сегодня сидеть который человек может дышать поэтому чтобы дышать на других планетах космонавты надевают специальные костюмы скафандры оснащенной системой жизни обеспечения и так по 11 очков вы пока идете прям в притирочку вопросов уже остается не так много мне интересно кто вырвется вперед алексей солнечной системе 10 планет не ложь а подождите в солнечной системе солнечной системе 10 планет но мне кажется что же не не мне кажется что вот эти я вижу хорошо перед собой но мы же не видим все планет мы же не знаем о наличии всех планет ну известно известных смысле мы знаем на имеется ввиду типа их открывают их тип там находят нет имеется ввиду из известных алексей а по моему где по моему короче какая-то планета не планета а какая из них я не по нептун по моему или не нептун нет не нептун какая-то короче не планета короче нет сколько ты сказал 10 ложь на это ложь до недавно времени считалось что их 9 но в 2006 году плутон признали карликовые планеты и главных планет солнечной системы осталось 8 планеты земной группы меркурий венера земля и марс и газовые гиганты юпитер сатурн уран нептун карликовых планет на сегодняшний день 5 ирида плутон хаума маки маки и церера маки 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 сейчас чувак который там в америке живет нашего происхождения у дудя смотрели интервью не есть интервью очень интересное вот как раз они сейчас на пороге открытия новой планеты и она как может открыться так может и не открыться в общем там очень интересное интервью у дудя если вы не видели посмотрите это последний одно из последних да нет это кстати где-то год назад у нас ты про этого из комедий клава который что ли я не помню как нас чатик наверняка подскажет живет в америке макки макки и так следующий вопрос сатурн мог бы всплыть оказавшись в океане воды дина блин может мне вопрос про сколько планет сатурн мог бы всплыть оказавшись в океане воды да мне нужно знать блин состав сатурна например но это у нас тоже один из газовых гигантов батыгин пишут да да и отправляю вам уже спасибо оказавшись в океане воды до сплыть и оказаться на поверхности воды для того чтобы ответить на этот вопрос нужно знать состав сатурна и взаимодействие того того из чего он состоит с водой я тебе не могу подсказать данном вопросе это черный ящик поэтому здесь остается гадать я на воды ну давай ответим да это правильный ответ сатурн огромная планета стоит в основном из водорода и имеет очень маленькую плотность по сравнению с плотностью воды поэтому в огромном космическом бассейне если бы такой существовал сатурн плавал бы на поверхности как спасательный круг ну теперь мы узнали чего состоит сатурн может быть именно из сатурна делаю спасательный круг алексей да и скале от сатурна тогда до августе с неба на землю падают звезды в августе да то есть через два дня начнут в августе с неба на землю падают звезды а в остальное время не падают я не знаю могу прочитать ответ я в августе с неба на землю падают звезды слушайте но это странное выражение они падают не только в августе звездопады там эти мы же постоянно видим что они падают в августе с неба на землю падают звезды они падают не только в августе они они постоянно падают я считаю что это не ну а как они падают и в августе и в сентябре они падают я я считаю. А как ответить тогда на это? Вы видели когда-нибудь падающую звезду, Алексей? Конечно, я загадывал желание. Когда это было, примерно? Что загадали? Помните? В августе. Ну, это летом, скорее всего, потому что ты всегда кайфуешь, типа, такой лежишь на травке, балумбу чешешь, и такой о, звезда упала. Видели ли вы когда-нибудь падающие звезды зимой или в другие месяца? Хрен его знает, зимой вообще не стремно. Зима небо затянуто. Хорошо, в августе звезды... Ладно. Пусть будет. Я сложу, правда, пусть будет правда. Это ложь, Алексей. Да они же вообще на Землю не падают. Звезды, конечно же, не падают с неба, ведь их размеры огромны. То, что называют падающими звездами, это метеоры, крошечные частицы комет, которые сгорают в атмосфере Земли. В августе Земля проходит через метеоритный поток, метеорный поток, который получил название Персиды. В это время можно видеть звездопад почти каждую минуту. То есть вы, в принципе, были правы, что в августе, но это только не звезды, а это всего лишь навсего метеор. Это просто пакелирические, романтические выражения. Я романтик просто. Я помню, рядом со мной два таких упало. Один и два столба. Бам-бам. Это было очень близко. Ну, казалось, что близко. Это было летом. Я не знаю, тогда в таком восторге был. А так, это вот правда. В августе развалился на даче, на травке, смотришь на это небо. И в ожидании того, что где-то там есть жизнь, я не знаю, я всегда искал НЛО. И я как-то один раз увидел какой-то космический объект, который красная звезда, она летела и облетала другие звезды. Ну, по крайней мере, это я так видел. Я до сих пор не знаю, что это было. И, возможно, не узнаю. А вы сняли на камеру, говорит? Тогда не было камер. Тогда не было камер, я думаю. У меня был телескоп, обычный телескоп, да. Ну, это было реально странно, потому что это красная летела и облетала звезды вот так вот. Я не знаю, что это было. Это точно был не самолет. До сих пор загадка остается. Блин, захотелось на звезды полюбоваться. Так, сейчас. Дина, Луна – естественный спутник. Есть только у Земли. Естественный спутник, который есть только у Земли? Ну, Луна – это естественный спутник. И он есть только у Земли. Имеется в виду, что Луна является спутником лишь Земли? Или что естественный спутник есть лишь у Земли? Естественный спутник есть лишь у Земли. Нет, у других планет тоже есть естественные спутники. А как мы иначе воспримем Фобос и Деймос, например, Марсовские? Они тоже естественные. Итак, твой ответ. Луна – это естественный спутник. И естественный есть не только у Земли. То есть ложь. Получается так. Это окончательный ответ. Да, Господи, хватит. Давай. Давай, это ложь. Естественные спутники существуют у других планет. Их даже называют лунами. Например, у Нептуна их 13, у Урана – 27, а Юпитера – 79. На сегодняшний день открыто более 180 спутников. Как у Юпитера много спутников. Алексей, планеты излучают свет. Планеты излучают свет? Да. Нет, планеты не излучают свет. Ну-ка, правильный ответ. Да. Ну, просто сложно объяснить, почему. В ночном небе я… А, ну да, Далисей, продолжите мысль. Я не знаю, планеты же, они же крутятся, правильно? Вокруг Солнца. И Солнце может их как-то светом одарить, а не планеты сами. Ну да, Солнце этим занимается. В ночном небе мы видим звезды и планеты как светящиеся и мерцающие точки и почти не замечаем разницы. На самом деле, если бы не свет звезд, вокруг которых вращаются планеты, они оставались бы невидимыми, потому что планеты не излучают, а только отражают свет звезд, вокруг которых вращаются. А это у Солнца, ну ладно. Ну, все равно правильно. Не повезло. Донаты какие-то пропустил. Паладин одеркаль Дину, да, она вроде нормально. Не, у нее все четко сейчас. Спасибо за 100. Тоби, спасибо, тепла вам, Дмитрий, Дина, Алексей. Спасибо, Тоби. Спасибо за тепло. Спасибо. Уисит, спасибо. У меня в соцчете уже сделали гифку со звездотрясением. Звездотрясение, да? Ну и где-то. Итак, сейчас Алексей отвечал, да. Так, Дина. Вопрос к тебе. В космос можно полететь на самолете? В космос можно полететь на самолете? В космос можно полететь на самолете? Да. И улетел. Быстро. Походу, можно, пацаны. Можно, но не надо. Так, я тут еще раз. В космос можно полететь на самолете? Нет, нельзя. Это окончательный ответ. Да. Уверена. Это невозможно, потому что самолету необходим воздух. Самолет летит, отталкиваясь от него. А для работы двигателя нужен кислород. Обычно самолеты летают не выше 10-12 километров. А границы между земным и космическим пространством проходят на высоте 100 километров. Здесь воздух очень разряженный. И даже если самолет достигнет такой высоты, он не сможет на ней удержаться. Я так понимаю, именно по этой причине на Эверест нельзя залететь на вертолете, да. И там помочь людям, например, если что. То есть там тоже разряженный воздух, и вертолет тупо может не удержаться. Ну, как мне кажется. Минус суши, в смысле офигенный музон был. Так, 14. Я тут вообще космический страшный музон нашел, как в чужих. Так, кому сейчас задаю? Алексей. Алексей. Алексей, первым человеком, побывавшим в космосе, был Юрий Гагарин. Правда или ложь? По чьей версии? В этом случае такого нет. Правда? Да, это так. Первый человек, первый полет человека в космос действительно совершил Гагарин. На космическом корабле «Восток». Произошло 12 апреля 61 года. Полет длился 108 минут. Ну просто мало ли. Поехали. Бывают, да, некоторые у нас пытаются сказать. А, Анустронг. Нет, они по Луну, по Луну, по Луну, по Луну, по Луну, по Луну, по Луну. О, Дина. Космонавт и астронавт. Это название одной и той же профессии. Насколько я помню, да, космонавт – это наше слово, астронавт – слово зарубежное. С другой стороны, сижу, вспоминаю, например, в Берлине есть Олея Дер Космонавтен. Соответственно. С другой стороны, это восточная часть Берлина. Поэтому логично, что использовалось наше слово. Да, да, да. Космонавт, астронавт – это просто разные названия одной и той же профессии. Наша космонавт – зарубежная американская астронавт. В чате интересная версия есть, что астронавты – это те, кто летают на планеты, то бишь на Луну, например, тот же Арлстронг. А космонавт – это те, кто просто выходят в открытый космос. Ну, отлично. А мой ответ, что это одна и та же профессия. Да, это правда. Ещё и чат пытается заботить Дина. В большинстве стран мира, где говорят по-английски, людей этой профессии называют астронавты. В России используют термин «космонавт», а некоторые страны называют покорителей Вселенной по-своему. Например, в Китае – «тайканавт», а в Индии – «виоманавт», а в Германии – «раумфарр». «Раумфарр». «Тайканавт» – нормально. «Раумфарр», «космосфарр», да. Ну, ездок, водитель. А вам что больше нравится, космонавт или астронавт? Ну, астронавт прикольнее звучит почему-то. Мне больше нравится астронавт. А вам? Не знаю. Ну, роднее космонавт, как-то, не знаю. Космонавт как-то по-игрушечному, а астронавт что-то по-серьезному. Ну, у меня так еще. Не трюгайся игрушечную. Мне очень нравится слово «космолет» и «звездолет». «Астролет». «Алканавт». «Алканавт», «алканавт». Тоже неплохое слово, кстати говоря. Тоже в космос быстро, каждый день летают вообще люди. Там такая выдержка. Но там больше на вертолетах. Алексей, на Венере день длится больше года. На Венере день длится больше года. Да. Я не знаю ответа на этот вопрос, но если вспоминать «Интерстелла», что на некоторых планетах день длится очень долго, то предположим, что путь на Венере будет длиться больше года. Это окончательный ответ. Да, конечно. Да, это правда. День на Венере длится 243 земных дня, а год 224,7 земных дня. Таким образом, один день Венеры немного больше, чем венерианский год. Все дело в том, что Венера вращается вокруг своей оси медленнее, чем вокруг Солнца. Вы прикиньте, год это, считайте, день. То есть я бы там... А, ну я бы там быстро постарел, да? И люди бы, в принципе, старели там быстро. Не только вы, Дмитрий. Ну да, то есть, прикинь, 30 дней отжил и все. А день рождения, как праздновать там? А, нет, там наоборот, день рождения каждый день. Там день рождения каждый день можно зато праздновать почти. Офигеть, 80 подарков сразу. Главное, доставили, чтобы... Но Яндекс.Доставка, ребята, Яндекс.Доставка, мне кажется, может это сделать. Такси, это таки доставка, да? Сможет это сделать идеально. Дожди, у тебя что, баннер появился? Нет, 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 нет. Я просто вспомнил, я вспомнил ту интеграцию. Без рекламы. Итак, Дина, асимпортация. Достоин даже в космос. Земли можно рассмотреть Луну со всех сторон. Со всех сторон? О, иногда так хорошо полюбоваться, конечно, на Луну. Согласен. Скорее всего, там остаются какие-то зоны, которые от нас скрыты. Мне так кажется. Прямо со всех, со всех. Мне кажется, остаются зоны, которые от нас скрыты. Так что я, наверное, скажу, что нет, не со всех. То есть ложь. Да. Это правильный ответ. Это ложь. Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Так происходит, потому что она совершает поворот вокруг своей оси и вокруг Земли за одинаковое время. Около 29 дней. Впервые земляне увидели фотографии обратной стороны Луны в 59-м году. Их выполнила автоматическая межпланетная станция Луна-1, отправленная в космос нашей стороной, кстати. Что интересно? Если бы я вспомнила выражение обратной стороны Луны, все стало бы еще проще. Ну да, там темная сторона есть, ее вообще никогда не освещается. У меня когда был телескоп, я пытался смотреть, но я только одну тоже видел, изучал кратеры. И как? Ну, было интересно. У меня была энциклопедия с картой кратеров. И я через трубу видел все эти кратеры. Я там искал их прям вот этот такой-то. Скажите, Дмитрий, продолжили вы уже без телескопа изучать кратеры? Да, но это происходило... Как это сказать-то так? Поаккуратней. Скажем так, названия у этих кратеров уже были. В отличие от тех кратеров, которые я видел на Луне, они были без названия. А в жизни я встречал в основном кратеры с названиями уже. С именем. Спасибо. Да. Ужасно. Ну, что делать? Так. Что делать надо было? Телескоп-то был. Таковаться на науке. Алексей, кратеры не те, да и телескоп уже не тот был, когда старше становишься. Приди, я думаю, не стоило. Согласен, согласен, извиняюсь. Да, он там уже все открыл и так. Алексей, земли видно звезды и галактики, которые уже погасли. Земли видно звезды, которые уже погасли? Да. Таней, я думаю, нет. Знаете почему? Потому что если возвращаться к моему моменту, что звезды, которые горят, они освещают планеты, то, соответственно, им сложно это сделать. А, хотя подождите. Но через телескоп, правильно я понимаю, если там телескоп нарисован у вас на карточке? Да. Интересный вопрос. Земли. Я думаю, да, можно. Звезды, которые еще горят, если они находятся рядом со своими партнерами, так скажем, ну, со своими звездами или с планетами, которые они освещали, я думаю, что они освещают до сих пор эти планеты, но только они уже такие, типа, понурые. Да, это действительно правда. Свет от самых далеких звезд достигает Земли не сразу, а через тысячи и сотни тысяч лет. И даже расстояние в космосе измеряют в световых годах. Поэтому объекты, которые уже исчезли, еще можно увидеть. Например, столпы творения в туманности Орла. Я думаю, тут одно слово, тут два слова. Столпы творения в туманности Орла. Столпы творения, наверное. Волна взрыва уничтожила их 6 тысяч лет назад, но еще тысячу лет можно наблюдать за ними. Прикольно. Согласен. Хочется так же и в жизни, да? Вот ты ушел, а тебя еще помнят лет сто тысяч. Поэтому нужно оставить о себе хорошую память. Согласен, согласен. 16-16, Алексей. Все может решить просто один вопрос. Ребята, меня прямо уносят в космос. Вопросов не так много осталось. Сатурн — это единственная планета, у которой есть кольца, Дина. Блин, и тут у меня полезли воспоминания, что еще у каких-то есть кольца, но они такие. Псевдокольца. Около-недокольца какие-то. Что-то у меня кольца... Так, пояс астероидов, а это между... Между Землю... Нет, между Марсом и Юпитером, получается, да? А кольца из чего-то они стоят? Теориты, наверное, я не знаю. Какие-то. Кольца, кольца, кольца. Изображают кольца только у Сатурна, это понятно. Если еще у кого-то. Блин. По моим воспоминаниям, там еще что-то было у кого-то, но оно такое... Непризнаваемое. Как будто. Угрублено. Давай отвечу... Давай все-таки... Давай я доверюсь своим каким-то остаточным воспоминаниям. Скажу, что не только у Сатурна. Не только. Ну да, действительно. Не только у Сатурна есть кольца. Кольца есть у всех газовых планет-гигантов Солнечной системы. Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Просто кольца Сатурна были открыты очень давно. Еще в 17 веке их наблюдал великий астроном Галилей. А вот о том, что другие газовые гиганты имеют кольца, люди узнали только в 20 веке. И все еще не рисуют у них кольца? Да. Да. Подождите, Дина ушла. Да, Дина. Дина пошла рисовать кольца. Куда-то она... Ну, ей недолго нужно было, чтобы нарисовать их. Довольно быстро. Как я тут? Алексей. Земля самая старая планета. В Солнечной системе. В Солнечной системе. Земля самая старая? Да. Нет, это ложь. Есть планеты старее. И опять же, если... Нет, это ложь. Да, действительно, это ложь. Земля, конечно, имеет весьма солидный возраст, но все же первыми планетами, образовавшимися вокруг Солнца, были крупные планеты, газовые гиганты. Ученые выяснили, что самым первым среди них был Юпитер. Так что самая старая планета Солнечной системы — это Юпитер. В чате пишут, Земле 54 года. И она плоская, да? Кстати, есть теория, что она плоская, не крутится, и там вообще конец света... Ой, конец света, конец Земли есть, да? Там как рисуют в фильмах про пиратов. На самом деле, на некоторые вопросы хочется более развернуто ответить, но ты начинаешь копаться в памяти, и у тебя, вот знаете, вы там смотрели раньше какие-то передачи на Discovery, на BBC, и там у тебя что-то вот это вот оставалось, но ты полностью объяснить это не можешь. Осколочные воспоминания такие, да? Да, и ты полностью не можешь объяснить, но ты понимаешь, что как ответить. Поэтому не всегда можно объяснить, извините, чат, если ответы не такие развернутые. Не хочется быть глупым просто, хотя и так не очень умны. Да нет, всё нормально, вы идёте в притирочку и практически без ошибок. Дина, в космосе невозможно упасть. Упасть в космосе? В невесомости? В космосе, ну, в космосе, то есть в невесомости. Получается, что так, получается, что невозможно. У тебя есть время ещё подумать над ответом. Я отказываюсь от его исполнительного времени. Это правда. Из-за невесомости люди и предметы в космосе находятся в свободном полёте, хотя ходи хоть вниз головой. Правда, ходить там точно не получится. При ходьбе мы чувствуем собственный вес и удерживает нас силы притяжения Земли. Править своим телом в условиях невесомости очень сложно. Так что космонавту нужно крепкое здоровье и железный характер. Слушайте, я видел какой-то, по-моему, фильм, где он там падал, нет? Ну, это было на планете, это было на какой-то планете. Передать Дине, чтобы чекнула предложку в группе, он передал. Ну, так. Что, вы мне там подсказываете в ответах на вопросы? Алексей, самое долгое непрерывное пребывание в космосе длилось 14 месяцев. О, ну, я думаю, что экспедиции затягивались на самом-то деле очень-очень долго. Опять же, там, по каким-то причинам, например, когда не могли успешно запустить очередной шаттл, и когда отменяли, там, перезапуск и так далее, космонавты могли задерживаться и возвращаться по каким-то там... Ну, да, в общем, это правда. Земле 33 года пишут. А где я год широебился тогда, извиняюсь за выражение? Мне что, мне нормально. Мне было 4. Вот, а вот я и хочу узнать тогда свое прошлое. Итак, что, Алексей, правда или ложь? Да-да, правда. Да, это действительно так. Этот рекорд принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который провел в космическом полете на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов. Дим, передай, пожалуйста, человеку, который просил тебе передать, проверить предложку, все хорошо в посте, в картинке. Единственное, на картинке слово «розыгрыш» написано с мягким знаком. И нужно вот убрать мягкий знак, да? Розыгрыш у нас без мягкого пишется, и норм. Окей. Ну, я думаю, он услышал. Так, Дина, лунотрясение намного сильнее землетрясения. Так, ну что, погнали? Лунотрясение. Ну, смотрите, размеры луны намного меньше, поэтому в каких-то абсолютных числах это может, конечно, учитываться больше. Правильно, да? Еще раз, как вопрос звучит? Лунотрясение намного сильнее землетрясений. То есть, если лунотрясет, то трясет как следует тогда. Давай я отвечу. Квадряк, кто трясет луну? Давай я отвечу, да. Это ложь. Блин. Наоборот, лунотрясение намного слабее. Измерив энергию, выделяющуюся за год при лунотрясениях, ученые обнаружили, что она в несколько миллиардов раз меньше той, которая обладает землетрясения. Установленные на луне приборы показали, что на видимой с земли стороне луны происходит больше лунотрясений, чем на невидимой. Ну, это так, видимо, для фактов. Алексей. Да. В космосе не слышно звуков. В космосе не слышно звуков. Это правда. Да, это был легкий вопрос. Звуки это хлебание воздуха, которые улавливают наши уши. Если бы человек мог закричать в этом космосе, он бы не услышал свой голос. Ведь в космосе воздуха нет. Ну, Дине тоже был несложный вопрос. Проверила. Мы не в космосе. Да, мы здесь, Дин. Уточнила на всякий случай. Но вот этот вопрос может отправить тебя в космос размышлений, где ты должна будешь найти правильный ответ. Дина, вы смотрели мультфильм про Феичек? Уран очень холодная планета. Ну, смотрите, Уран у нас предпоследний, и получается официальный планет. Ну, соответственно, да, там очень холодно. Очень холодно, конечно, да. Это окончательный ответ. Да. Это действительно так. Это самая холодная планета Солнечной системы. Седьмая по удаленности от Солнца. Уран, как и Нептун, относится к типу планет, которые называют ледяными гигантами, а минимальная температура на его поверхности достигает минус 20... 200... Блин, я не могу все число выяснить. Го, правда или ложь с числительными? 124 градусов. Минус 224 градусов. 224. Духсо, блин, все, я перестал выговаривать. Гага. Блин, рекензия, насколько это холодно. Все, сразу. Алексей, белка и стрелка – это единственные животные, побывавшие в космосе. Да, конечно, потому что только русские могли отправить белку и стрелку в космос. Это окончательный ответ. Да. Вот и нет. Это ложь. Блин, я не знал. Слово, добавить, что Лайка была первой собакой. Тоже русские отправили. Кроме знаменитых собак-космонавтов, на орбите побывали кошка, обезьяны, крысы, рыбки, кальмары, морские свинки и другие животные. А в 68-м году советский космический корабль «Зонд-5» облетел Луну с живыми существами на борту. Две среднеазиатские черепахи первыми совершили путешествие вокруг Луны и успешно вернулись на Землю. Я не знал, правда, интересно. А кальмара-то каким образом они туда вообще запихали? Мы просто кинули, пусть лежит тебе. Кальмара. Кальмара, мне кажется, кальмара. Итак, теперь осталось буквально 5-6 карточек. Все может решиться. Ну и сейчас легкие вопросы. Алексей, солнце — это звезда. Почему, Алексей? Так, мне вопрос же. А, Дина, солнце — это звезда. Да, солнце — это звезда. Подожди, это тебе вопрос, да? А, все правильно, все правильно. Да, это звезда — желтый карлик. Это правда. В солнечной системе есть только одна звезда вокруг, которая вращается все планеты. Это солнце. Ну это очень простой был. Как у меня бронет? Алексей, солнце — желтое. Все вопросы про солнце, как и говорил. Солнце — желтое? Солнце — желтое. Не, оно не желтое. Оно такое какое-то, ну типа... Ну такой какой-то у нее красный какой-то там такой цвет. Больше, короче, красного, чем желтого. Да, действительно, это ложь. На все, что мы видим, оказывает влияние атмосферы Земли. На самом деле цвет солнца белый. А он состоит из всех цветов. Земная атмосфера лучше пропускает желто-красные цветовые волны. Поэтому мы видим солнце желтым, оранжевым и красным. Хорошо, что не спросили, красное или нет. Я бы тогда, скорее всего, не ответил. Дина. Следы, оставленные на поверхности Луны, не исчезают. Подожди, это означало бы, что поверхность Луны в принципе не меняется? Вряд ли это так. Так что... Это ложь. Они исчезают. Это правда, Дина. Правда. На Луне нет ни воды, ни ветра, ни пыли. На нее не влияет атмосфера. Поэтому кратеры лунных вулканов и следы от столкновений с другими небесными телами сохраняются на ее поверхности. Интересно. И первые следы человека. Алексей. Земляне поддерживают отношения с инопланетянами. Это ложь. Типа, это же не докажут. Типа, это ложь. Это ложь. Извиняюсь, конечно, Дина. В 1977 году ученые НАСА запустили в космос два космических аппарата для изучения дальних планет. К ним прикрепили золотые пластинки с научными данными, фотографиями и координатами Земли, звуками, человеческого голоса и музыкой. Аппараты уже вышли за пределы Солнечной системы. Но ответа от других цивилизаций до сих пор не пришло. А прикиньте, когда-нибудь придет? Вот это будет вообще... Не, ну, мне кажется, глупо отрицать, что мы одни во Вселенной. Просто интересно, где эти... Я бы фильмовым нужно, мне кажется, про эти спутники и фильм снять. Это так интересно было бы. Прикиньте, а не где сейчас вообще непонятного. Может быть, они даже и нигде. А надо было ехать и штурмовать тогда. Согласись, согласись. Как он в Америке. Что там штурмовали, как он называл? Зона 51. Надо было ехать, штурмовать. А мы, видите, дома сидели. Сейчас бы узнали, есть они или нет. Алексей. О, Дина. Дина. Звезды, как и люди, растут и меняются со временем. Растут? Так, ну что, со временем они потухают? А увеличиваются ли они в размерах? Ну, они абсолютно точно не как люди. Вопрос в том, увеличиваются ли они в размерах в принципе. Звезды, как и люди, растут и меняются со временем. Ответ нет, я думаю, нет. Можно я тоже отвечу, пока вы не перевернули? Да, Алексей. Ну, так, просто ради интереса. Давай. Мне кажется, да, что перед взрывом они увеличиваются. Это действительно, это правда. Звезды рождаются и умирают, бывают молодыми и старыми. Но эти события занимают миллионы и даже миллиарды лет. За такой долгий срок со звездами происходят большие изменения. Например, наше Солнце сейчас относится к типу звезд «желтый карлик». Спустя миллиарды лет оно станет красным гигантом, а потом превратится в белого карлика. Алексей. На Алексею такие вопросы достаются, я не знаю. Луна — это планета. Луна — это планета? Луна — это планета. Нет, это не планета. Это окончательный ответ. Ты уверен? Да. Точно? Да, действительно. Это не планета. Конечно, внешне она похожа на необитаемую планету, но планеты вращаются вокруг звезд, а Луна — это небесное тело, которое вращается вокруг Земли. Такие небесные тела, которые двигаются по орбите одной из планет, называются ее спутниками. Я не знал этого, я просто картинку вспомнил. Дина. Последний вопрос. Он, конечно, сейчас не решит уже ничего, но правильный ответ в любом случае приветствуется. Скафандры космонавтов весят больше ста килограмм. Больше ста? Да. Так. Так, скафандр, который ты надеваешь при выходе в космос… Нет, подожди, я не думаю, что больше ста. Так, они надевают это… Сейчас я просто вспоминаю. Вот им нужно, значит, надеть скафандр, чтобы выйти в открытый космос. Они надевают это в шлюзе, получается, где у нас невесомость или где у нас гравитация? Я думаю, что они не больше ста. Нет, не больше ста, а меньше ста. Это правда. Больше ста? Скафандр – не просто костюм, а маленький космический корабль. Он защищает космонавта в непригодных для жизни условиях и позволяет находиться в открытом космосе около 10 часов. Скафандр весит больше ста килограмм и состоит более чем из 10 слоев. Они обеспечивают запас кислорода, воды, поддерживают температуру, давление и связь космонавта с кораблем. Это был последний вопрос. Окончательный счет 22-20. Спасибо вам за игру. Спасибо. Что думаете по поводу такого формата? Вообще, обраточка, обраточка. Прикольно. Я бы предложила одновременно показывать ответ на один и тот же вопрос. Потому что иначе разные вопросы просто достаются. Ну, вопросы, да, тебе на самом деле зарандомило. У Алексея были легкие. Ну, бывало момент, там, где совсем такие вопросы легкие были. Но это рандом, Дина, то есть я ничего не подмешивал. Да, я понимаю, я понимаю, но поэтому мы можем одновременно там что-нибудь показывать. Не, ну это первый выпуск, поэтому я думаю. Да, это первый выпуск, будем улучшать. Да, да, не, ну понятно, это так, чисто, ну, чтобы был какой-то соревновательный момент. Это понятно, что мы в любом случае, это самое, ничего страшного. Тут разные вопросы есть. Какие-то, вот я когда перечислял, какие-то мы просто тупо помним со школы. А какие-то ты даже никогда, типа, не слышал о том, никогда не задумывался об этом. Например, о звездах в августе. А оказывается, это не звезды и метеоры. Ну, то есть такой с подколочкой вопрос был. Ну, ладно, буду тогда придумывать. Прикольно, что здесь хоть можно на разную тематику вопрос придумывать. У меня есть еще карточки животных и таинственных открытий. Но это уже там будут следующие выпуски. Раз в неделю буду делать, наверное, эту историю. Что вот так вот. Да, это прикольно. Пацаны, кто в чате вам, девчонки, вам понравилось? Так, Алексей. Ну, тогда, собственно, Алексей остается без подарка, потому что сапки. Ну, в 21-м году, Алексей, тогда закину. Как это? Алексей, когда вам вернутся? 21 ноября 2021 года. Серьезно? Да. Блин, офигеть, это ну на год без сапок, это так, блин. Ну, а смайлов тоже нет, да? У эвелона я тогда тоже выиграл 40 сапок, по-моему. Прикиньте, Алексей, вы за это время... А, Алексей, просто поставьте их на счетчик, нормально. Алексей, вы за это... Вы за это время столько сапок, мне кажется, апните, да, там на всякий... Нет, я вилон просто мне тогда задонатил. Ну, типа, он говорит, мне без разницы. И все. Но мне тоже без разницы. Поэтому я могу подождать 21 ноября 2021 года. А ты стримишь, Алексей, сейчас нет? Нет, я не стримлюсь. Ну, я тебе донатом просто закину тогда и все. Да, не вы же Москву приедете, купите мне... Машину. Машина. Сок. Сок. Какой-нибудь. Может быть, Алексей, может быть, покатаемся на карете в Москве? Ну, по-моему, я выиграл чуть поменьше, по-моему, Дмитрий. Но... Но мы решим, куда подойдут деньги. Согласен, согласен, согласен. Вот, это точно. Ну все, тогда, ну что, не буду, наверное, задерживать. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Да, спасибо большое. Спасибо, Радим. Спасибо, ребят. Спасибо, покататься вам с Алексеем на карете. А ты-то в Москве вообще не думаешь, когда мы там все вместе будем собираться? Какой-нибудь там хаос опять. Ну, как-нибудь, да, уже готова буду. Вот. Все, понятно. Все, давайте, тогда всего счастливого. Спасибо. Спасибо, люди. Спасибо.